Всем привет! С вами Точеный. На днях я был озадачен тем, что сразу в нескольких пабликах разнонаправленных от политических до качалочных появилась новость о том, что один мужик, настоящий герой, когда пришли веганские активисты, взял и на их глазах разделал кусок мяса и съел. Если более подробно, то к одному из ресторанов в Торонто пришли веганские активисты с плакатом «Убийство», со всякими лозунгами, и начали привлекать внимание людей и рассказывать людям о том, что они едят трупы, что мясо – это убийство и все тому подобное. И вот владелец ресторана, во всяком случае, как говорят в пабликах, в этих новостях, подошел к окну, разделал кусок мяса и съел его. И удивительно именно то, что люди в интернете, вот в нашем, в этих пабликах пишут идиотские комментарии, и вообще, почему эта новость заслуживает хоть какого-то внимания со стороны, ну, кого бы то ни было. Ну, мужик, ну, потроллил их, ну, съел кусок мяса, но, понимаете, новость достаточно странная. Это почти то же самое, что люди придут митинговать о честных выборах, но возьмутся наши замечательные учителя и в витрине начнут вбрасывать пачками бюллетени. И что в такой ситуации начнут писать комментаторы в России и в других странах? Зацени! Вот она наша героиня! Всегда верил в учителей! Вот, вот это да! Ну, или возьмем пример с коррупцией. Тот же самый митинг, Навальный вывел людей, выходит Медведев из Кремля, берет бюджетные деньги и покупает себе новый эскалейт. Вы держите здесь! И сразу все такие, фу, Маринка, видала, да? Ну, премьер, настоящий мужик! Или давайте представим ситуацию, что пришли митинговать представители ГБТ за свои права, за равные возможности и все такое прочее. Как бы это выглядело, если бы противники ЛГБТ привели к витрине женщину и начали заниматься с ней сексом? Жизнь наладилась! О, во, во! Скрепы-то где? Ну, вот, видишь, Маринка, вот, да. Ну, ладно, давайте последний какой-нибудь замечательный пример. Их тут можно привести огромнейшее количество, но у меня есть еще один. Допустим, начали митинговать феминистки. И что в такой ситуации должен сделать настоящий мужик, заслуживающий всеобщего одобрения? Он должен взять женщину, подвезти ее к витрине, дать ей по голове и заставить варить борщ. Маринка, иди сюда, быстрее, смотри! Вот он, герой, вот он, все, все. Так, снимай президента со стены и вешаем его. Он настоящий герой. На всякий случай уточню для тех, кто в танке. Я против коррупции, против вбросов на выборах, нейтрально отношусь к ЛГБТ и нормально отношусь к феминисткам. Поэтому, если что, это были просто карикатурки. Хотелось бы обсудить ту форму веганского активизма, которая представлена в данной ситуации. На мой взгляд, она является довольно противоречивой. Судите сами. С одной стороны, веганские активисты мешают людям делать то, на что они имеют право в соответствии с законодательством. Кушая мясо животных, носями, ходя в зоопарки, люди не нарушают законов. Это, к нашему глубокому сожалению, устоявшаяся форма действительности. Поэтому, когда веганские активисты идут к людям и агрессивно навязывают им свою точку зрения, это воспринимается как агрессия. И это мало кому нравится. С другой стороны, мы с вами понимаем, что мех, мясо и прочие животные продукты – это результат насилия над животными. И это неправильно. Но, тем не менее, это не дает нам права агрессивно навязывать свою позицию людям. На мой взгляд, веганский активизм должен иметь просветительский характер. Мы должны максимально доступным образом доносить до людей информацию о том, что мясо и другие животные продукты являются результатом эксплуатации над животными, насилия над животными и убийства животных. И подсказывать им источники информации, в которых они могут разобраться и понять суть проблемы чуть глубже. Потому что многие люди имеют весьма поверхностные представления о том, что же творится на скотобойнях. Помимо этого, мы должны доносить до людей научно обоснованную информацию о том, что животные продукты повышают риск возникновения многих заболеваний. Мы должны показывать им эти исследования, говорить, прочитайте, вот они, заинтересуйтесь, это может спасти вашу жизнь. Параллельно с этим, новоиспеченным веганам мы должны объяснять, как правильно питаться, какие добавки принимать, чтобы с ними все было хорошо, они были здоровыми, счастливыми и могли нормально функционировать. Потому что зачастую бывает так, что человек верит в то, что одного апельсина в день достаточно, чтобы 12 вырабатывается сам и вся остальная чушь. Также мы должны доносить до людей информацию о том, что животноводство негативно влияет на экологию. Причем это влияние даже сильнее, чем у всего транспорта на земле. Если мы сможем донести до человека всю эту информацию в полном объеме, мы можем до него достучаться, он может прочувствовать сердцем всю боль и страдание животных. Он может осознать головой, что потребление животной продукции вредит его здоровью, что животноводческая отрасль вредит экологии, поэтому вредит его здоровью опять же. Если мы сможем помочь человеку перейти на этот путь правильно, чтобы он не получил никаких болей и страданий, проблем со здоровьем, то веганов будет становиться больше. Если веганский активизм будет иметь агрессивный характер, если мы будем навязывать людям свою точку зрения, то в глазах общественности мы будем ничем не лучше религиозных фанатиков. Именно поэтому сейчас столько сравнений веганов с ними. А религиозных фанатиков не хотят слушать, не хотят к ним прислушиваться и внимать той информации, которую они несут. Именно из-за агрессии, поэтому давайте будем действовать умно, будем пропагандировать веганство здраво и скорее всего такая форма активизма поможет нам добиться нашей с вами цели. Мне кажется, что именно из-за агрессивности веганского активизма люди в интернете считают человека, который ел мясо на глазах у веганов, героем. И в такой ситуации что-то поменять, ну, сами понимаете, крайне тяжело. Поэтому призываю всех вас быть адекватными, доносить до людей полезную информацию, подписываться на канал, смотреть предыдущие ролики. С вами был Точеный, пока!